Виталий Волков 3 сентября в России отметили День солидарности в борьбе с терроризмом. Эта дата связана с трагическими событиями в Беслане в первые дни осени 2004 года. В стенах Ростовского многопрофильного колледжа в память о жертвах этого и других терактов прошел тематический час «Скажем, террору нет». Мероприятие посетила наша съемочная группа. Проблема терроризма во всех его проявлениях превратилась в одну из самых наболевших тем для мирового сообщества. Теракты влекут за собой массовые жертвы среди невинного гражданского населения, разрушая исторические и культурные ценности. В День солидарности в борьбе с терроризмом студенты Ростовского многопрофильного колледжа собрались в актовом зале, чтобы в открытом диалоге обсудить наболевшие вопросы. Мероприятие было направлено на формирование у молодежи гражданско-правовых и духовно-нравственных ценностей. Вниманию аудитории был предложен видеоролик с откровениями заключенных, отбывающих наказание в местной исправительной колонии номер 6. Действующие лица фильма были осуждены за преступления, связанные с пропагандой экстремизма и подготовкой к теракту. Председатель Ростовского городского суда Игорь Месищев подробно разъяснил понятие «экстремизм» и «терроризм». Он охарактеризовал деятельность наиболее известных в России экстремистских группировок. Епископ Ростовский и Десногорский милетий рассказал о радикальном исламе, когда, прикрываясь религией, люди творят страшные вещи. Я всегда собирался на пасхальную радиационскую службу в ночь, как в последний раз. Потому что ты понимал, что реальность такая, что опасность близко. Это не там где-то. А это у нас с вами в доме. Представитель духовенства напомнил молодому поколению, что между религией и терроризмом нет ничего общего. Он призвал не поддаваться на уловки преступников, использующих религию в качестве инструмента. «Никакого религиозного терроризма не существует. Есть банальные бандиты и террористы, которые прикрываются религией. Почему? А потому что очень легко оболванить тех, кто ничего не понимает. Я не знаю ни одной традиционной религии у нас на территории Российской Федерации, которая бы призывала к тому, что нужно убивать ближнего». Капитан полиции Александр Якушев рассказал о деятельности молодежных экстремистских течений и о путях вовлечения в них подростков. Сотрудник правопорядка предостерег молодых людей от необдуманных поступков и противоправных действий. «Все начинается в форме баловства, игры, хулиганства какого-то детского. А в общей сложности вытекает это в реальные действия, поступки и уголовные дела, административные правонарушения». Все вместе участники мероприятия вспомнили и о самых страшных и крупных терактов последних лет. Память погибших почтили минутой молчания. 2 сентября в Москве состоялась рабочая встреча генерального директора госкорпорации «Росатом» Алексея Лихачева с губернатором Смоленской области Алексеем Островским, в ходе которой стороны подписали соглашение о сотрудничестве на 2020-2021 год, направленное на социально-экономическое и инфраструктурное развитие города-атомщиков Десногорска. Документ предусматривает выделение средств из бюджета области за счет налоговых отчислений предприятий «Росатома» на реализацию конкретных мероприятий по совершенствованию социально-культурной, транспортной, медицинской, коммунальной инфраструктуры Десногорска, перечень которых будет утверждаться сторонами ежегодно. На 2020-2021 год сумма составит более 260 миллионов рублей. На выделенные средства в городе, в частности, будут ремонтироваться школы и детские сады, дороги, совершенствоваться инфраструктура для пассажирских перевозок, проводится модернизация уличного освещения. Кроме этого будет приобретена коммунальная и аварийно-спасательная техника, создана новая лаборатория на базе Центра гигиены и эпидемиологии номер 135 ФМБА России. Выполнена часть работ в рамках реализации проектов по созданию атомпарка и музея под открытым небом. 31 августа на базе отдыха «Космос» состоялось торжественное открытие социально-культурной смены «Активный возраст». Ее главная цель – привлечь к активному участию в проектах по развитию Десногорска людей старшего возраста. Организаторы хотят повысить качество жизни ветеранов и всех жителей города-атомщиков. Подробности в сюжете. Социально-культурная смена «Активный возраст» для пенсионеров и ветеранов города Десногорска посвящена 75-летию атомной промышленности. Проект стал победителем конкурса, организованным Общественным советом Росатома. На торжественном открытии смены со словами благодарности и поздравлениями к ветеранам атомной отрасли обратились почетные гости. Без вас, я скажу честно, муниципалитету было бы довольно-таки сложно, потому что вы задаете вектор движения вперед. Мы смотрим на ваш опыт, принимаем его и стараемся вам помочь во всех ваших делах и начинаниях. Спасибо вам за эту неиссякаемую энергию, за вашу деятельность, общественную деятельность на благо нашего города. Каждый день для участников смены предусмотрены разноплановые мероприятия. Это занятия спортом на свежем воздухе, творческие задания, встречи со спикерами из разных сфер деятельности, с представителями органов власти. Главной же особенностью смены станет подведение итогов дня у вечернего костра, как во время пионерских отрядов. Эти серебряные волонтеры, они сегодня должны отдохнуть. Отдохнуть, набраться новых сил, новых идей, которые мы вместе с ними будем реализовать в дальнейшем. Торжественное закрытие социально-культурной смены «Активный возраст» состоится 6 сентября. Однако уже сейчас все участники сошлись во мнении, что подобные мероприятия необходимо сделать традиции и проводить каждый год. Все это очень приятно для души. Я надеюсь, что мы здесь научимся чему-то новому в общественной работе. Очень хорошо отдохнем. И большое спасибо городу, большое спасибо станции и Росатому за вот такую организацию. Виталий Волков, Александр Ерофеев, Десна ТВ На этом выпуск завершен. Больше интересного на нашем сайте desnadefistv.ru, а также в наших официальных группах в социальных сетях Вконтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. С вами был Виталий Волков. Увидимся! Редактор субтитров А.Семкин